Загляни в лавкорповедон.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Я не ограничусь простым прочтением информации, как многие думают, а добавлю то, что мне еще известно, помимо того, что написано. Попробую проанализировать контент, который нам обещают поставить в будущем. А также надеюсь, что в комментариях ты мне выскажешь свое мнение по поводу того, что здесь написано. И хочу начать с самого конца новости, для того, чтобы сделать небольшую такую ремарку. Вот смотри, обрати внимание на текст. Мы благодарны всем за то, что и в этом году вы наслаждаетесь игрой Black Desert вместе с нами. Для всех игроков по всему миру мы дарим в подарок дворецкого аукциона. Тут два варианта. Первое. Либо человек, который делал эту новость, совсем не знаком с игрой и дворецким он назвал горничную. Либо же в магазине, короче, появится не только девочка-аукционист горничная, но и в домике теперь сможет у тебя обитать дворецкий. Я лично склоняюсь к первому варианту, что человек, не понимающий игры, делает перевод. Но я не сужу его за это. Однако, к чему я это хотела тебе рассказать в первую очередь? К тому, что к переводу стоит относиться не буквально, а пытаться читать между строк. А также искать какие-то объяснения. В общем, анализировать информацию, которую нам дали. Потому что, как сама формулировка, предложение здесь только воды налита. Короче, я лично перечитывала несколько раз. Мы вместе с Нитричем сидели над каждым пунктиком и пытались вместе проанализировать, что же нам хотели передатить. Кстати, о новом контенте. У нас есть второй канал, на котором я прохожу разные игры. Выкладываю записи, а также провожу стримы. Ссылочка есть в описании. Заходи, подпишись. Авось понравится. Давай теперь приступим. Первое, что нам рассказывают, это величие авантюриста. Якобы это задумывалось по одному, в итоге получилось по другому. И, как я понимаю, это величие авантюриста собираются убрать. То есть, не просто бонусы от величия, а в принципе, само понятие величия собираются убрать. Поскольку, как оказалось, разрыв между задротами и донатерами от простых смертных игроков, которые играют по 3-4 часа, слишком велик за счет вот этого величия. То есть, ну, как бы это не Америку нам открыли, а в общем, разработчики осознали, что сама задумка величия работает не так, как им хотелось бы. Более того, с величием были связаны кофрасы. Как мы помним, кофрас, установленный в оружие, дает атаку. Эта атака считалась к величию, соответственно, увеличивался бонус от величия в виде защиты, снижения урона и дополнительной атаки. В связи с удалением величия, теперь получается, что кофрас будет давать меньше бонусов. То есть, он как бы будет давать ту самую атаку, но вот этих дополнительных снижений и защиты не будет. Очень хорошо, что разработчики заметили, что есть ситуации, в которых 3 персонажа не могут убить одного. Это жизненная ситуация, это встречается у нас не так редко. И действительно, это проблема, потому что это реально дает слишком большое преимущество для тех, кто давно играет, либо кто может вкладывать не только время, но и деньги в игру. И об этом сказано достаточно скользко, но на ПТСе уже это дело можно было протестить. Кофрасы можно будет извлекать. То есть, там не просто ПКМом, не просто каким-то кузнецом, точно не объяснили пока, но установив энергию кофрасы, зарядив пушку, либо доспех, если, к примеру, ты гиаса закофрашенного захочешь поменять на грифона, ну вот у тебя появился 20-й или 19-й, ты можешь из гиаса достать эти кофрасы и без потерь, как я понимаю, переложить это в грифона. Это сделает возможность переодеваться более реальной, при этом менее затратной, потому что кофрасы это удовольствие не дешевое, но оно дает хорошие бонусы. По поводу лучника в прошлом видео Нит Рич рассказал свое впечатление. Мне, честно говоря, лучник по анимации понравился, но не так сильно, как Лан, если уж так сравнивать по трейлерам. Также интересно, что лучнику дали уже на первых уровнях возможность пользоваться пробужденным оружием. У него арбалет это основное оружие, лук это пробужденное. И уже на первом уровне он может пользоваться скиллами обоих веток. Будет ли это в будущем перенесено и на других персонажей, или же только у лучника будет такая привилегия, пока непонятно. Но в обсуждениях люди надеются, что это будет полностью переработана система скиллов. Точнее, система доступа к скиллам и пробуждение будет открываться у всех с первого уровня. Ну и, естественно, приятная новость, что лучник в кои веки первый такой персонаж, который будет доступен абсолютно на всех серверах. Россия, Европа, Корея, короче, по всему миру одновременно лучник будет доступен для игроков Black Death. Очень любят разработчики перерабатывать контент для новичков. В данном случае они захотели заняться сюжеткой. Когда-то нам обещали, полгода назад, наверное, они делали такие небольшие спойлеры, рассказывая о том, что будет разветвление в сюжетной линии в зависимости от того, что ты выберешь. То есть, лайтовая версия развития сюжета, типа как вот у Ведьмака твоего выбора зависит, там погибнет Сири или станет королевой, так и здесь. Но на твоем персонаже это, скорее всего, никак не отразится, потому что эквип останется неизменным, что наточишь, то и будешь одевать. Или там, что выкупишь, то и будешь. Сколько нафармишь, столько и купишь. То есть, этот контент для любителей изучить историю, лор игры, узнавать вот этих всех персонажей. И вместе с тем ведут и Лезру. Как нам здесь в новости сообщают, это имя всплывало уже в диалогах, в квестовых цепочках нам рассказывали о ней, но в игре ее не было. Теперь ее введут и вплетут ее в историю Мидии и Валенсии. Новый аукцион. Нам уже анонсировали, может быть, полгода назад, что будет новая система торгов, новая система ставок, а также что этот аукцион будет доступен с мобильного. То есть, можно будет просто зайти в мобильное приложение, сделать ставочку, либо купить руками предметы, а оно автоматически в игре поместится на нового персонажа. Сейчас нам дали еще немножечко информации по этому поводу. Во-первых, они хотят переработать систему цен. Как написано, что текущие верхние и нижние пределы цен были установлены чрезмерно консервативно, поэтому продавцы находились в неблагоприятном положении. Это касается в основном добычи ресурсов, или же, например, предметы, которые затраты на крафт были дороже, чем цена на аукционе. И нам обещают, что новая ценовая политика будет более либеральной. То есть, либо имеется в виду, что будет более гибкой, в плане, если спрос на товар не прекращается, то есть он постоянно отсутствует, то цена будет и дальше расти. Либо же, если он залеживается, то цена будет, соответственно, постоянно снижаться. Ну, а я откопала еще вот какую информацию. Во-первых, для оружия и доспехов теперь не будет точной покупки на точную заточку. Товары будут разделены на группы. То есть, к примеру, от 0 до 7 это группа 1, от 8 до 10 группа 2, от 10 до 12 группа 3. И, например, я выставляю либерту плюс пятую, это относится к первой группе. А у Антона, у Нитрича, стоит ставка на плюс седьмую либерту. Это также, получается, группа первая. Он выкупает мою либерту, но она к нему приходит уже плюс седьмая. Я получаю денежку как за плюс пятую, но при этом он тратит как за плюс седьмую. Как-то так, если я правильно поняла. Также будет некая система аукциона, куда ты закидываешь серебро для покупки и поставки, куда ты укладываешь вещи, которые нужно будет продавать. И еще, как я поняла, выставляя товар на аукцион некоторый, аукцион сразу же у тебя его выкупает. Но при этом товар помещается куда-то в виртуальное хранилище, и когда кто-то приходит покупать, он ему оттуда его продает. Короче, по поводу аукциона очень много непоняток. Нам на сайте дали информацию достаточно ограниченную. На европейском сайте я нашла более развернутую, но и там у меня все равно остались такие моменты, которые... Знаете, как, когда язык не родной, да, слова немножко непривычные, и ты путаешься от того, что же в итоге получилось по переводу. Но, возможно, будут еще какие-то нюансы всплывать. Дождемся официального перевода на русский язык от локализаторов, которые, я надеюсь, в игре все-таки разбираются. И дворецкий это дворецкий, а не горничная. Новая локация Аделита. Наконец-то слева от Кальфиона туман рассеется, и там появятся монстры, города, НПСы. Рассказывают нам историю об Ахибе, и у многих, в частности и у меня, вызвал вопрос. Ахиб это грифон из Камасильвии. Дальше, нам чуть пониже, нарисовали Ахиба в виде медведя, у которого на голове сидит человек с копьем. То есть, скорее всего, сверху это вот сам этот Ахиб. Ну, либо медведь это Ахиб. И возникает вопрос, где кто что перепутал. Оказывается, Ахиб изначально по лору, это хозяин всех монстров. И в честь него, соответственно, называют некоторых других монстров. Вот как сделали с грифоном. И самый настоящий, и истинный, единственный, неповторимый Ахиб, это вот то, что здесь на картинке. И вот именно с этим Ахибом связано создание второго, нового города, новой территории. По легенде, они отпилили немножко камней древа от Камасильвии, попытались посадить у себя, но эти деревья не принялись. Над локацией постоянный туман, очень мрачная такая атмосферка. И, конечно же, новые монстры. Тура, большой и мощный зверь, похожий на корову. Но я бы назвала его, скорее, Минотавром. Также монстрики, естественно, на локации, которые будут бегать небольшими группами. И уже рассказали, что это споты для двух-трех человек. По аналогии с храмом Гайферанси, но дроп будут получать только три человека. В храме же полная группа, а получают все пять человек. И сам Ахиб будет выступать у нас либо в роли рейдбосса, либо элитки. Написано, что у него темная магия, но и больше ничего не сказано. Да, нару мы ждем до сих пор Дриган, а тут нам уже анонсировали новую локацию. Ну, главное, что разработчики занимаются делом, что-то пилят, пишут нам истории, делают новые домики. Это, конечно, хорошо, не стоим на месте, развиваемся, и карта потихоньку открывается. Переработают осаду. Как я поняла, больше не будет захвата замков, а будет война территорий. Захватывая узлы на определенных территориях, гильдия автоматически присягает определенные территории. Захватив узел на Валенсии, ты автоматически становишься в альянсе Валенсии. Если захватил на Кальфионе, ты, соответственно, в альянсе Кальфиона. Скорее всего, это будет исключать возможность захватить и на Валенсии, и на Кальфионе узлы. Более подробно об осадах новых мы, естественно, узнаем, когда нам их привезут. Но принцип, в принципе, понятен. Принцип, в принципе, ну да. Будет война между целыми ордами людей. Это не очень хорошо, учитывая, что раньше масса людей, которые хотели участвовать в осадах, были поделены по каналам и по территориям. Сейчас же это подразумевает, новые осады подразумевают, что все эти люди будут на одном канале, что ли? Или как это? Если Валенсия против Кальфиона, мы же не можем драться, находясь на разных каналах, правильно? Правильно. Соответственно, все мы с вами окажемся на одном канале. А вспоминая недавнишний ивент ГМов с мировыми боссами, когда они нам самонили по расписанию трех боссов, что было? Кто помнит? Короче, задумка классная, но боюсь, что реализация будет... Как бы не верю я в то, что сервера настолько смогут нас, вот это все количество людей, выдержать, и что не будет проблем, которые до сих... Вот сейчас уже есть на осадах проблемы. Задержка. Многие люди застревали в баррикадах. То есть, как бы сумка не отображалась, горничная не видела серебро на складе. Короче, вчерашние осады лично... Проблемы есть, есть. А с вот этим изменением проблем будет еще больше. Это как бы мой прогноз, мое видение. Чисто мое сугубо личное мнение. Оценочное, как там любят говорить всякие блогеры. Я не навязываю тебе его, а просто высказываю свое мнение. Естественно, ты можешь высказать в комментариях, как обычно. Налоги будут распределяться между участниками. То есть, победила Валенсия, налоги замка распределятся между всеми гильдиями-участниками. Победил Кальфион, соответственно, туда все налоги уйдут. Как я понимаю, абсолютно все налоги туда уйдут. По поводу медии что-то непонятное мутят. Но, как бы да, если война идет между двумя сторонами, то должна быть либо какая-то нейтральная территория, либо третья сторона в этой войне, и медии, в частности, хотят сделать нейтральной. То есть, участники медии сами смогут определяться, за кого они хотят воевать. За Валенсию, либо за Кальфион. Вот как-то так. Арена теней. Новая арена с режимом вживания. Это микс доты, микс пубга в оболочке БДО. Что мы имеем? На ПТСе уже можно было посмотреть, пощупать эту арену. И в двух словах. Ты появляешься черным духом. Маленьким таким черненьким, глазастеньким духом, который должен найти себе оболочку. Летаешь по территории, тебя не могут атаковать, тебя не видят. И вот, летая этим черным духом, ты подходишь к специальному дядечке, назовем его так. И он рандомно тебя наделяет одним из имеющихся в игре персонажей. Ты становишься там гигантом, соркой, валькой. Короче, нужно знать, как в общих чертах играть и управлять каждым персонажем. Ну, типа там, что у вальки, например, есть блок, да. Что гигант, там, микро станет крутилкой или там, что еще. Короче, особенности каждого персонажа должны быть у тебя в голове. Потому что скиллы тебе будут, конечно же, выдаваться на панельки. Ты можешь их нажимать с панельки, но это крайне неудобно. Ты будешь проигрывать в качестве боя, скажем так. Но плюсом уже заметили то, что нет блинков, нет пробежек. Но из мобов падает банка, которая позволяет тебе ускориться. Прям вот ты такой выпил и как Астерикс и Абеликс, побежал. На ПТСе все под этими банками бегали, выглядело очень забавно. Дальше. Убивая мобов, ты получаешь дроп. Скиллы, бижутерию, ловушки, банки. Короче, все, что тебе может понадобиться. Мини-карты нету, но есть глобальная карта. И так же, как в пупге, есть понятие зоны. Зона постепенно сужается, и тебе нужно находиться в этой зоне. Встречая других игроков, тебе нужно, естественно, с ними драться. А когда ты убиваешь, ты можешь залутать весь дроп, который был на этом персонаже. Весь шмот, все банки, все-все-все абсолютно. То есть, опять-таки, вот эта часть, это принцип пупга. И все. Последний, выживший, получает подарки. После смерти, если вдруг ты не дожил до конца, не победил, ты умираешь, тебя убивают, ты превращаешься опять в маленького черного духа и можешь наблюдать за ареной. Смотреть, кто как действует, где какие идут замесы, кто чем занимается. Плюс от этой арены в том, что ты голенький и на равных со всеми. Но от того, как много ты убьешь мобов, либо насколько ты будешь проворным и зафармишь других игроков, зависит, как быстро ты сделаешь себе, скажем, хотя бы фулл сет. И уже играя против голенького в своем фулл сете, понятное дело, ты имеешь преимущество. Но начинают все на одних условиях. Разработчики пишут, что арена теней была создана основе разлома дикарей и арены крови. Это место, где игроки могут зарабатывать и серебро, и опыт. Вот. Главная цель в том, что если у человека нет много времени на фарм мобов, он пришел на арену теней, побегал, пофармил, не имея никакого шмота, пофанился и получил выхлоп опыт и серебро. Однако есть в этом опять-таки момент, который, я надеюсь, разработчики учтут. К этой арене будет доступ и у старичков, которые могут сутками ходить на эту арену, правильно? Соответственно, если будет много серебра и опыта даваться в награду, и будет бесконечный доступ к арене, то что? Старички будут продолжать вырываться вперед, а новички как играли мало, как получали мало, так и будут отставать. Решением, как я вижу, это ограниченный доступ. То есть ты сходил пять раз и все. Следующие пять раз ты сможешь сходить только завтра. Тогда это уравняет не только по шмоту, не только по рукам, но и по объему, который ты можешь заработать, опыта и серебра. Ивенты в честь запуска лучника. 100% к опыту, это понятно. Интересно то, что запустят ивент, в котором, качая лучника, ты можешь прокачивать другого персонажа параллельно. То есть поделись опытом. Но прокачать можно будет максимум до 99% на 59 уровне, то есть 60 уровень, грубо говоря. Это достаточно необычный ивент, но, по-моему, неплохая идея сделать так, чтобы два персонажа качались одновременно. Это, во-первых, людей замотивирует пересесть на новый персонаж попробовать. Может быть понравится, купят, как бы скажем так, и маркетинговый ход тоже, да, и типа мы для вас стараемся, но... Всяко люди будут бегать с маленьким ЛТ, они будут бегать с маленьким количеством слотов и... Ну, 100-200 рублей, но они захотят закинуть, чтобы упростить себе жизнь. Хитро, хитро. Разобрали мы все пункты. Очень много вопросов осталось, но и очень много интересного мы узнали. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, делись этим видео с друзьями. Заходи к нам на стримы. Каждый день Нитрич стримит Блэк Десерт, естественно. Ну, а в среду мы разбираем патч ноут вместе, а в воскресенье я прохожу какую-нибудь игрушку на стриме на втором канале. До встречи на просторах игры. Пока-пока.